приветствую всех на своем канале хочу вам показать фиалочку после того как я с ней проделала омолодила и посмотрите как она красиво зацвела это прошло две недели после того как я вам снимала видео я в конце этого видеоролика вставлю что я делала с этой фиалочка для того чтобы она пошла в рост это фиалочка из каждого листочка пустила вот свой цветоносик а для того чтобы добиться такого хорошего цветения вот она и дальше пускай все сам расскажу что нужно с ней делать и какие процедуры нужно провести я не удобряю свои фиалочки ничем просто водичкой поливаю растут они у меня в небольших горшочках наливаю в поддончик до половины горшка вот досюда видите даже отметочка есть а сверху я их не поливаю когда поливала раньше сверху то более часто гнили верхние корешочки фиалочка пропадала а сейчас у меня другой метод полива и обязательно нужно обрывать вот видите появилась новая детка так как я не планирую себе размножать ее нужно обломать потому что она тянет силы соки у этого растения и она будет свои силы переводить на рост вот этой детки а не на рост цветоносиков а сейчас вам покажу что я сделала и какая была эта фиалка до того как она расцвела приятного просмотра хочу сегодня вам рассказать как заставить зацвести фиалочку если фиалочка ваша разрослась вот столько ведь и как вот этот сорт мой листочков и мы ждем от него цветочком цветочка можно не дождаться или будет цветочек где-то там в серединочке вот видите самой глубине так как эти крайние листики которые уже но цвела фиалочка их нужно убирать для того чтобы пошла в рост с верхушек со старых пазух листиков она уже не цвете она может пускать детки а цвести не будет вот такие пенечки лучше не отставлять так как сокодвижение идет по этому пенечку и типа поддерживает листик и растение теряет силы их лучше обрывать листики обрывать без пенечка просто так нажали в сторону и листик обрывается вы не жалейте эти листочки так как нужно нам больше от фиалочки не листиков от цветочков мы хотим любоваться ней и для этого нужно обрывать листочки эти какой листик длинный мощный вырос а толку от цветов то нет это я уезжала просто мне не было времени она заросла тут без присмотра вот где начинает цветочек вот этот листочек уже обрывать не нужно так как над ним вот видите цветочек этот листочек дает питание вот этому цветочку а вот эти все нижние обрывайте спокойно не боясь и я свои фиалочки оборвала щас покажу видите что с них было было вот такая запущена а я оставила немножко и она быстро пойдет в рост все у нее будет хорошо ведь и этот сортик а если сажать большой горшочек то тоже будет много давать листьев а цветочки тоже придется долго ждать вот это я считаю что это большой горшочек а вот это хороший горшочек для фиалочки так как корни должны обволакивать стенки горшка и фиалочка начинает выпускать цветоносики посмотрите какое количество листочков я оборвала с одной фиалки и вот что я оставила покажу вам подробно смотрите под этим листочком идет цветочек под этим идет цветочек здесь вот тоже что-то вылезает а вот эти которые ну поврежденная серединка стволик так как мы листики обрывали ничем мазать не нужно просто присыпать землей или пересадить глубже углублять из этих мест поврежденных дополнительные пойдут корешочки еще изредка про появляются между листиками детки детки тоже нужно убирать их можно либо посадить другой горшочек либо просто обломать выбросить а вот эти листочки которые были сильно прижаты друг другу они постепенно выравняются и будет красивый кустик фиалочки ничего сложного и ваша фиалка будет цвести и радовать вас она практически все лето цветет всю зиму фиалки это хорошие если они правда не болеют а если чем-то болеет тогда уже повреждают какими-то вредителями когда она страдает и перестает цвести это сорт очень красивый бело-голубой поэтому я эти листики выбрасывать не буду а укореню как укоренять листочки у меня есть на канале смотрите мои видео повторять не буду но если кому что непонятно пишите комментарии я буду отвечать и рассказывать все что кому интересно еще фиалки очень любят удобрения удобрение можно покупными удобрять раз в две недели то есть одну неделю водой поливаем а вторую неделю водой поливаем а вторую неделю ну примерно я говорю не четко четко неделя прошла и поливаем а вторую неделю разбавляем удобрение если нет удобрения можно пойти в аптеку купить витамин b12 одну ампулку разбавляем на литр воды и поливаем ваши фиалочки они тоже это очень любят теперь будем ждать цветение этих фиалочек когда зацветут будем продолжать рассказывать общаться на тему фиалок спасибо всем за внимание всем удачи всем всем пока субтитры всем пока субтитры Продолжение следует...